Здравствуйте, уважаемые зрители! В Ульяновской области продолжается фестиваль «Золотая маска». Он стартовал 5 сентября, а сегодня на сцене нас порадует Московский театр около дома Станиславского. А в студии у нас режиссер, основатель и художественный руководитель театра Юрий Николаевич Погребничко, народный артист Российской Федерации. Здравствуйте, Юрий Николаевич! Очень рада вас видеть. И с нетерпением ждем вашего спектакля. Он будет показываться два дня, как я знаю, да? Один день, да? Один день. Ну, ранее планировалось два. Ну, начнем разговор, наверное, со спектакля. Да, пожалуйста. «Магадан Кабаре». Очень интересное название, интригующее название. Ну, название, наверное, неспроста такое взято. Объясните, почему? Два несовместимых слова. «Магадан Кабаре». Да нет, совместимые. Это просто вот так читают. А «Кабаре» в действительности в скобках – это просто жанр. Может быть комедия, может быть драма, может трагедия, может быть кабаре. Вот и все. Это жанр. «Магадан» название. «Магадан» самое главное. «Магадан». Ну, просто так название. А тема тоже такая, непростая тема. Тема «ГУЛАГа». Да нету там никакого «ГУЛАГа». Тема жизни. Тема жизни. Конечно. Но жизни непростой. Ну, как? Ну, жизнь, появление на свет, жизнь сюда непростая. Даже если вы думаете, что она у вас простая, то, значит, пока не дождались. Она непростая. Вы что имеете в виду? Она непростая. Я имею в виду загадку бытия. Загадку рождения и загадку смерти. Это все затрагивается в спектакле? Да, конечно. А какие актеры задействованы у вас в спектакле? Наши. Ну, представьте хоть несколько актеров, но, может, не всех, кто будет участвовать в спектакле. Ну, там Лиля Загорская, Наташа Рожкова, Маша Погребничка. Ваша дочь? Дочь, ага. Она тоже закончилась в Щукинске. Она уже давно работает, лет, наверное, 10. Именно в вашем театре она решила остановиться, да? Ее устраивает? Ну, может быть, она и решила, я не знаю. В чужую ты сама не влезешь. Ну, как так сложилось, и все. Почему люди решают? Почему вы решили вот этим заниматься? Да. Так сложилось у вас как-то. Так сложилось. Вы же когда родились, ходили в детский сад, вы же... Не планировали. Ну, вот. Вы не знали, что это за жизнь. А потом вас научили. А она, может быть, и другая. Это только описание жизни. И ни в коем случае не идет речь о каких-то репрессиях, еще о чем-то. Да нет, ну что вы. Как раз в Магадан, там жизнь яснее. Ну, всегда яснее, когда человек живет в таких, в суровых. Ну, если вы идете, допустим, там на Эрбрус, то там жизнь простая. Простая, но очень трудная, и вы как бы идете все время на грани гибели. Вот. То есть, существуете в какой-то впродивой ситуации, а не в описательной. Все. Прямо, конечно, нужно уметь выжить. Вы сказали про Эльбрус, а вы ходили? Нет, я не ходил. Я просто... Мне сейчас в голову пришло, да, со мной. Ну, на севере вы жили, вы знаете эту жизнь. Да она везде на севере. В Париже она на севере. Только внимательно, если посмотреть. И в Москве на севере, и в Магадане на севере. В Магадане просто ясней. Ясней. Это не значит, что она ясна всем, которые там живут. Ну, тем не менее, как бы определённее всё-таки. Ну, природа видней. Просто её видишь. В городе не видишь. Часто. Небо не видишь. Ну, ты просто голову не поднимаешь. А там видишь, поскольку сопки. Бухта. Ну, а театр ведь у вас создан в 87-м году, когда вы туда пришли. Но назывался он по-другому, да, молодёжный театр на Красной Пресне. Через год вы его переименовали. Ну, не помню, через год, может, через два. Ну, смотрела через год. Ну, дело в том, что это был не театр. Это было такая, ну, комсомольское подразделение. Они назывались театром. Это энтузиасты ребята были. Но он не был профессиональным театром. То есть, они... Самодеятельность. Ну, да. Но они там работали. Ну, кто уборщицы, кто рабочим сценам. Какие-то ставки у них были. Всё. Ребята, они постепенно, они закончили этот самый... То есть, они получили... Детизм, да. Да, да. То есть, там профессиональные. В этом смысле они были профессиональные. Но они не работали как профессиональный театр. То есть, на них не лежала вот эта вот задача. Какая-то просто. Но переименовали около дома Станиславского. Ну, потому что он называется Красная Пресня. А... Да, самое... Ну, почему там это дом... Понятно, дом рядом. Дом рядом, а Красная Пресня там и близко не ночевала. Ну, наверное, всё-таки вы ещё вложили другой смысл. Вы приверженец Станиславского? Ну, может быть, если я знаю, что вы спрашиваете. Методы Станиславского вы используете в своей работе? Ну, можно сказать, что использую. Только поскольку нас слушают люди, то я не знаю, насколько это понятно. Когда мы говорим метод Станиславского. А в чём он метод? Ну, а, кстати, в чём метод? Ну, метод в действительности подлинности восприятия. Ну, просто восприятие всего. Вот, не описание жизни, а именно вот вашего индивидуального восприятия. Ну, а что, как вы воспринимаете? Вы видите, вы слышите, правильно, да? Вы осязаете. Вот это Станиславский. Вы думаете. Всё это ваши органы. Они, в общем, не вы. А они у всех есть. Это как машина такая. Но за этим что-то стоит. Так человек он в какие-то моменты обнаруживает. Вот Станиславский очень этим интересовался. То есть он занимался жизнью человеческого духа. Вот прямо это его. Жизнь человеческого духа. Это Станиславский. А у вас есть свой стиль погребничек? Ну, это я не знаю. Ну, есть, наверное. Есть. Да у всех есть стиль. С этим тоже. Всё-таки это определение. И это некий способ так, ну, детерминировать человека или там ещё что-то. Или произведение. Ну, придумали. Есть такое понятие стиля. Для чего? Ну, для некого удобства общения. Это, 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 это. Тем не менее, это просто наименование. Некого набора. А вот за ним, за этим, всегда тайна. Ну, как у нас есть тело. Но это же не я. Правильно? А что? У вас тело, у меня тело. Ну, что? Любой там врач вам скажет. Сейчас возьмём анализы. И там то же самое. Вот эти самые клетки. То, всё, пятое, десятое. То есть, это не я, а где я? То есть, Таниславский. И по скалу. Сейчас кто-то немножко так обращает внимание тоже. Жизнь человеческого духа. Вот это Станиславский. Я посмотрела список режиссёрских работ ваших, ну, за несколько десятилетий. Меня вот удивилось, что вы теперь ставите три сестры Чехова, которые ставили в Московском театре драмы на Таганке, но уже с другим названием. Три сестры, я вас не помню, собственно. А потом ещё тоже вот три странники и гусары по старшему сыну Вампиловой и трем сёстрам Чехова. Кстати, старший сын Вампилова, а у вас тоже претерпел несколько версий. Для чего это вы делаете? Меня часто спрашивают, ну, скорее, не для чего, а почему. Почему? Другого не читал. Что прочёл, то и ставлю. Ну, вы же всё-таки, они, значит, запали Вам в душу, вот эти произведения Чехова. Ну, да, да. Хотя, в общем, ну, в том, что я отвечаю, я думаю, что если так глубже копнуть, то так оно и есть. Только что есть. Ну, само произведение, вот, там, Чехова, поскольку я знаю очень хорошо его, ну, так как мне пришлось возвращаться практически, не просто читать слова, потому что очень трудно, ведь мы же читаем слово, там, ну, я не знаю, там, начало пьесы. Отец. Ну, ну, что, ну, отец, ну, у Вас отец, у меня отец, там, отец умер. Это первый, отец умер ровно год назад. Ну, потом начинаешь понимать контекст, чтобы понять самый контекст, ну, вот, контекст ситуации этих людей. Чтобы его понять, ну, надо и опыт какой-то иметь. Ну, и главным образом, тут же, что имел в виду Антон Павлович Чехов? Он-то так не разбирался, что, мол, я имею в виду вот это. Ну, что, помакнул эту ручку и написал, отец умер. Ну, потом зачеркнул, что-то, может, умер отец, а потом переменил и так далее. И вот постепенно работая, ну, попадаешь под некое воздействие этого. Ну, как бы, переживаешь. Ну, что вы в жизни переживаете, что что-то? Вдруг раз у вас чувства какие-то. Поэтому, если эта пьеса, ну, банально, скажем, глубокая, то в ней очень много. Таких пьес мало. Мало в действительности. Вот вроде их громадное количество, а их там 20-30, вот и все. Ну, во всяком случае, из тех, которые известны. Такие-то еще пьесы неизвестные. В принципе, можно ставить одну-две, одну-две, и она повернется так, потом так, так. Почему? Я вас не помню. Да. А это, ну, можно сказать, что это такой очень важный мотив пьесы. Там все время это повторяется. Ну, вот это буквально фраза вершинная. Он говорит, я вас не помню, собственно. Он говорит, я помню только, что у вас было три сестры. Но в действительности сейчас, если бы там не очень интересно публики-то слушать, там вот это вот помню, не помню, не помню. Там они все время не помнят. Ну, и в конце концов, вот так и нас забудут. И этот текст прямо из пьесы. Ну, и там тут же Маша говорит, Маша, персонаж, да, она говорит, я не помню уже лица мамы. Мама похоронена там в Новодевичьем. Я не помню. Так и о нас забудут, она говорит. Ну, и она говорит, я начинаю забывать. То есть вот это вот, ну, а, собственно, что мы лично сну? Ну, что вы лично сну? Или что я лично сну? То, что я помню. Правильно? Ну, я помню, там, детство, или там, вчерашний день, или еще что-то. Ну, все, что я помню, это я и есть. Так вот, человек забывает это. Он не может удержать в это мгновение все. Так, вот, в этот момент он вспомнил, а в этот забыл, в основном забыл. А потом вообще раз, деменция, и ничего не помнит. А может быть, помнит, а мы не знаем. То есть, ну, там, пожилые люди, их спрашивают, они, а, ну, полеет все. Они, может быть, что-то помнят, но более страшное. Ну, вот, короче, есть такая тема в пьесе. И она вскрывается. А вам другая, третья, четвертая. Это очень богатое произведение. Ну, что там? А вот совместили вы и вампилова, и чехова, это как? А что, нельзя? Можно, конечно. Муду совместили. Жалко, мы не можем увидеть. Привезите нам посмотреть. Пожалуйста, приглашайте. Ну, театр бедный, мы не можем, так мы с удовольствием приехали, чтобы с вами поделиться туда-сюда. Ну, а вообще, как в вашей жизни возник театр? Я вот посмотрела, вы окончили, получили техническое образование первоначально. Ну, как живешь? Уже была семья у вас, да, в этот момент, когда вы пошли в театральный? Ну, что, а что семья? Я мог пойти и в тот институт с семьей, правильно? А что произошло? Почему поменяли вдруг вот так, направление, можно сказать, чуть ли не на 180 градусов? Ну, я не думаю, что это интересно как-то сильно. Ну, в действительности, я хотел этим заниматься. Ну, так вот, чем заниматься? Молодой человек, сколько ему, там, 16 лет. Ну, особенно мужчины, мужчины позже развиваются. Девочки, они, как бы, это самое, раньше начинают. Ну, я не знаю, как сейчас. Ну, а где-то уже, там, в 35 лет практически все закончено для женщины. Полностью выбор сделан. Редко меняют женщины. А мужчины меняют. Ну, тоже не такой, чтобы часто попробовать. Ну, лично я ничего не менял. Я просто жил, самое время приехал, там, человек, сирота Розе Абрамовна, и набирала. Я зашел туда, и там сто раз это рассказывал, потому что мне скучно рассказывать. Я зашел там. Ну, мы их не знаем. Так это и не очень интересно. Интересны ведь не событийный ряд, а некие чувства, которые передаются. А они уже, я когда много раз рассказываю, что это очень трудно. Вот артист, он каждый день одно и то же играет, а ему трудно очень сыграть. Это техника особая. То есть, как, где он, что. А все думают, что так вышел. Главное, текст выучит. Молко, вот, все говорят, как это так, как ты запоминаешь много текста. Это не проблема. Хотя проблема для пожилых людей. Они начинают забывать. Вот артисты, они раз, и текст забывают на сцене. То есть, я вас не помню, собственно, он говорит, а дальше не знает, что делать. Вершинин, да. И замолчала, и что будет. А у вас в театре есть пожилые актеры в возрасте? Есть, вот я. Вы режиссер. Я играю. То есть, вы задействованы в спектакле, да? Ну, с моей точки зрения, если, так сказать, если не актер, то он не понимает, что делают актеры. Это очень много такого. Ну, не обязательно играть, там, допустим, не знаю, там, Товстоногов Георгий Александрович. Ну, он все мог играть. То есть, вот, с показа и все. Ну, правда, одну роль играл, но хорошо, всегда. Вот. И плюс, всегда у него должен быть режиссер был еще дополнительный. И тем не менее, вот, мой педагог, Сирота Роза Бравна, это известный очень педагог, ну, вот, в наших кругах. Она умерла уже. Она работала с Товстоноговым. Ну, и когда ее спрашивали, что, мол, вот, Роза Бравна, вы актрисой могли бы быть? Она говорит, ну, наверное, потому что я так здорово это самое показываю и все. И уже в конце жизни, работая в Амхате, она, это самое, она стала играть. Ну, Ефремов стал давать там что-то, какие-то маленькие роли. И она говорит, я никогда не знала, что так трудно играть. Вот Тина. То есть, все говорили, вот это режиссер, который вот понимает актера. А она только в конце обнаружила, что это вот трудно. То, что она, ну, сочиняла в своей голове, ну, и чувствовала, естественно, оказывается, это очень трудно сделать. Ну, а даже трудно понять. Актеру трудно понять, что ему говорят. Вот это какой-то такой... Поэтому режиссер должен играть. Если он не играет, если у него нет помощников, которые играют, как правило, это не интересный театр. Это не актерский театр. Ну, лампочки зажигают там, еще что-то, какие-то там поднимают острые темы. Ну, это не театр. Театр – это вот жизнь человеческого духа. У вас непростая режиссерская жизнь с 1973 и, ну, 10 лет дальше. Работали в театрах Брянского, Владимира, Киева, Новокузнецка, Петропавловска, Камчатского. Ну, очень хорошо. Ну, где... Счастливые времена. Счастливые, считаете, да? Или в Москве лучше? Да нет, где... Все рвутся в Москву. А вы вот 10 лет, вот так, из Москвы, раз... Ну, в действительности, я пришел сразу в Москву, потому что можно было прийти на Таганку. Ну, то есть я пришел актером. Вот я заканчивал институт. Это был актерский, режиссерский курс актером. Ну, как-то мне так показалось скучновато. Вот, и я решил закончить режиссерский курс. И сирота мне говорила, что... Потому что я поступил в Театра институт как актер. Ну, на актерский факультет, так как по моей безграмотности я бы не поступил на режиссерский. Там все-таки нужно, ну, много продемонстрировать, что ты знаешь, вот, и все. А потом там освободилось место, это актерский, режиссерский курс был. Она говорит, переходи, переходи. А я говорю, зачем? Я же актер. Она говорит, ну, ты что, дурак? Ты будешь режиссер и будешь играть, что хочешь. А так ты будешь ждать, и те еще и не дадут ничего. Ну, то я перешел. И вот потом уже, то, что я сказал выше, я это вспоминал, что, в общем... А Роза Ураевна, ну, я слушал, она все... Человек просто такой редчайший. У вас хороший учитель. Да, хороший учитель. И какого опыта вы набрались, вот, пока ездили по разным городам? Что для вас вот этот период значит? Ну, ремесло, конечно, а как? Ну, это все равно, что там столер, он начнет там делать, да. Он же сначала не может, а потом он понимает, сначала это, потом это, появляется навык. Он подкупает инструменты какие-то, здесь нужно это, это. То есть, ремесло. Ремесло в нашем деле важно. Ну, поскольку все-таки надо выпускать спектакль. Значит, есть актеры, какой-то должен быть подход, ну, с одной стороны к актерам, с одной стороны к драматургии, да. Ну, главным образом к пространству. Ну, это все еще не жизнь человеческого духа, но ремесло при этом нужно. Ремесло. Ну, ремесло, оно приходит просто с опытом. На провинции ставишь больше спектаклей по времени. Ну, так просто складывалось, не знаю, как сейчас. Думаешь, что и сейчас так же. Ну, все равно театр, если он есть, ну, вот театр, допустим, да, сам Ульяновский, он, наверное, выпускает пять-шесть спектаклей в сезон. Ну, много, да. Ну, потому что, ну, вот он сыграл, и все, и публика. Поэтому, значит, опыт больше. Ну, там, режиссер, ну, у нас было так, ну, три спектакля в год. Один человек выпускает. Ну, главный режиссер меньше, там, и по норме было две. Все, значит, ты приобретаешь вот это, мускулы наращиваешь. Вы преподаете ведь сейчас в Щукинской, да? Да, преподаю. А вот что вы советуете студентам, чтобы они ехали в провинцию или как? Ну, как складывается. Ну, ведь все равно непонятно, чего он хочет. С одной стороны, я, значит, не знаю, чего он хочет. А с другой стороны, он сам не знает, чего он хочет. Ему кажется... Ну, главное, что сам не знает. Ну, да, а как, он же, сама действительность, она практическая. То есть, он потом познает. Нет, главное, есть возможность, надо сразу работать. Ну, часть же людей нацелена, и очень большая часть, просто на успех. Ну, успех ясно, что он... Особенно актер? Да нет, я думаю, и художник также. Если это не Ван Гог, а может быть, и Ван Гог был нацелен на успех. Ну, как-то промахнулся, все, не вошел в компанию этих всех. Ну, вот и жил так вот, в совершенно безвестности. Потом умер как-то. Актер этим озабочен. Ну, это, конечно, совершенно не то. Не то, что интересно и что имеет смысл. Ну, поскольку в желании успеха проявляется какой-то дух. Ну, трудно его назвать, вот, жизнью человеческого духа, ну, почему нет, тоже искорженный дух. Ну, вот это желание успеха, это противоречит тоже установкам, значит, вот, вашего любимого Станиславского. Поскольку у него есть, ну, вообще, в таких афоризмах, это здорово, он сделал. Все, у него масса книг, все, все можно это сократить, ну, примерно в сто раз. А выписать, нет, не надо, когда практически, надо посмотреть, что-нибудь можно вычитать. А в действительности, вот, люби искусство себе, а не себя в искусстве. Это очень важная установка. Кажется, что она моральная. Нет, она техническая. Это просто техническая установка. И это сделать, ну, может быть, самое трудное для актера. И почти никому не удается. А поэтому и нет сейчас актеров великих. Да, кстати. Ну, это не потому, что это плохие времена. Но эти времена вообще провоцируют молодого человека вот именно на желание успеха. Именно на желание. Тем более, что вот есть, вот вы сейчас снимаете, ну, вот, вот, это вредная очень вещь. Чего? Ну, потому что, потому что я сказал выше. Ну, как он, люди сидят в этом, на стадионе, говорят, он, 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 я, вот, он, вот, что? Ну, пойди в зеркало на себя, посмотри. Нет. Его видят. Он не отдает себе буквально. Ну, в смысле, отчет. Ну, а что еще есть? Действительность это серьезная очень вещь. Серьезная. И ее можно проанализировать, но это не для этого. Не для этой беседы. Ну, а что для вас современный театр? Чем он вас привлекает? И привлекает ли вообще современный театр? Я не знаю, что вы спрашиваете. Ну, современный, ну, какой сейчас театр? Нет никакого современного театра. Вот есть театр и все. Он, вот, как бы... Он не меняется? Ну, потому что он, ну, я не знаю, про что вы говорите. Он, он здание, театр, допустим. Правильно? Театр – это жизнь человеческого духа. Что может измениться? Мы не знаем, что такое человеческий дух. Мы не можем добраться до этого. Поэтому, что там меняется? Ну, искажается, да. Так все искажается. В нашей жизни есть искажение. Это в основополагающих документах написано, да? В какой-то момент произошло искажение. Значит, и все. Господь, Бог послал вот страдать. Ну, и все. Театр – это часть вот этого вот проявления вот этой жизни. Ну, человек, вон, ну, тот, кто работает, он пришел, он не отдает себе отчет. Да он и не знает это самое, что, оказывается, он живет в мире, где произошло искажение. Надо же, но в какой-то момент он узнает. Да почему там он родился где-то, там, смотрит, там, речка или что-то, планшет. Ну, вот это и жизнь. Вот планшет – это и есть жизнь. Вот он смотрит, маленький там человек, три года, четыре, он на него все равно смотрит. Ну, к сожалению или там, это я не знаю. Ну, ясно, что это искажение. То есть можно на этом. Ну, а что-то другое, вне планшета, до того, как были планшеты. Что не было искажений, тоже было. Так что тут вопрос мы тут можем задеть, вот мы его задели, но мы не поднимем его, не разрешим его. Но мы занимаемся этим в театре, ну, по мере сил, по мере сил, конечно. Вы приехали в рамках фестиваля «Золотая маска», мы возвращаемся к фестивалю. Как вы считаете, вот такие фестивали региональные, они нужны сегодня? Ну, конечно, нужны. Вот для московского театра, для чего они нужны? Они во всех отношениях нужны. Ну, как бы это более широкое общение. Если зацепиться за то, что мы сказали выше, ну, редко кто занимается серьезно чем-то. Потому что некогда. Это не значит, что человек несерьезен, по сути. А чтобы получить серьезную информацию, нужно встретить человека, с которым возникнет контакт. Это редко бывает. Ну, вы можете судить по своей жизни, если можете. Поэтому такое общение, оно дает возможность, все-таки это орган общения, театр, да, правильно? Артисты выходят, а тут зритель сидит, и они, значит, вот в одном пространстве. Поэтому это общение. Раз это общение, значит, есть шанс вот этой некой встречи. Встречи. Она произойдет в каком-то чувстве. Он произведет впечатление. А что произвело впечатление? Да он и не очень скажет. Может быть, и сказать нельзя. Поэтому я ответил на вопрос. Я считаю, что очень хорошо. Очень хорошо, что много фестивалей. Кстати, в Советском Союзе все время это было. А сейчас реже? Сейчас реже, в общем. Ну, я хочу сказать, оно может не реже для нас, для Московского театра или еще что-то. Но в Советском Союзе каждый маленький театр, маленький театр в каких-нибудь там Кимрах или там Вышнем Волочке, он неделю, ой, неделю, месяц гестролировал, где-то ехал в другой город, бывало и в Москву. То есть по соседним городам. И не обязательно по соседним. Он мог из Кимр поехать во Владивосток. Это все распределялось, централизовано. И сидело там два человека. Два человека всего. И они вот все эти театры, я не помню сколько, драматических театров, по-моему, 400 в Советском Союзе было всего по всей стране. Ну, боюсь собрать цифру. Так, как-то, что-то засело так. И они это распределяли каждый год. И практически все театры разъезжались. Ну, допустим, я ездил там с Брянским театром в Архангельск. Чего бы я туда поехал? Ну, вот, хотя интересно очень там, ну, там, с Камчатским я там был, в Чите, в Иркутске. Ну, не помню сейчас где еще. Ну, вот каждый год это сам гастроль, даже в два города, если большие гастроли. То есть там играешь, там, поэтому... Ну, хороший опыт был. А в Ульяновске вы были, кстати? Не, не было. Я во многих городах. Я поэтому сюда поехал, мне интересно. Вот мы ездили в Куйбышев, ну, то есть в Самару. Ну, водохранилище Куйбышевское. Как вы это самое? Вот какая путаница все время, и тоже там Свердловская область. Ну, я не говорю, что неправильно, но мне интересно, как там разбираются-то с этим делом? Вот сложность. Вот переименование-то тоже, да, вот мы... Ну, вы обучаете, допустим, там, это человек, это человек, это собака. Потом раз переименовали, это собака, это человек. Новое поколение. И те еще знают наоборот, тут возникают сложности. Ну, может быть, это и хорошо, может, это проведение или промысел. Вы вернетесь в Москву и займетесь новой постановкой, или чем вы будете заниматься? У вас есть ли сейчас что-то? Это я не стану говорить. А я просто никогда не говорю, что делаю. Ну, на чем-то вы работаете, да? Ну, конечно, да. Каждый день ходим на работу. Как все рабочие люди. Спасибо большое, что вы нашли время, пришли. Нет проблем. Желаю вам творческих успехов. Я вам тоже. Спасибо. Хорошо. Ну, и я думаю, что еще увидимся. До свидания. Хорошо, до свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...